Алкоголизм Это просто запрещенный напиток по причине бесчисленных бедствий, которые несет он за собой при неумеренности его употребления, по причине возрастающего пристрастия к нему. При продолжительном времени принятия и по многочисленным душевным и телесным недугам, приводящим часто и к жизненным катастрофам, которые являются результатом подверженности зеленому змию. Где всякое неустройство, где посиневшие глаза, где всякое беззаконие, там, где не знают меры вину, свидетельствует ветхозаветный мудрец. И нам с вами нет необходимости в дополнительных картинках маслом из древности или из каких-то далеких стран, потому что мы по собственному опыту знаем, уж сколько их упало в эту бездну, разверстывая не вдали, а очень близко к каждому из нас по причине общей доступности спиртных напитков для наших соотечественников. Но, тем не менее, есть и некоторая статистика, чем здоровее жизнь общества, тем меньше и алкоголизма, и катастрофическая ситуация 90-х годов с неустройством во всех областях, свидетельствовала о более тяжелой картине, чем та, что мы видим сейчас. Но, конечно же, беда совсем не преодолена. Этим доступным развлечением бывают причастны уже совсем юные люди через какие-то возбуждающие и легкие напитки. Они постепенно, как говорят, подсаживаются на наличие в организме алкоголя, заменяющего собой действия Божьей благодати. Благодать Божия веселит сердце человека, и вино создает некоторые ощущения веселости. Благодать Божия делает человека общительным, расположенным к ближнему, и вино часто имеет такое влияние. Благодать Божия делает человека разумно бесстрашным и пьяному море по колено, и горе не беда. Но только действие благодати Божией разумно и полезно устраивает не только внутреннюю, но и внешнюю человеческую жизнь. А подмена ее действия действием алкоголя очень часто после себя оставляет выжженную пустыню разрушенной семьи, разрушенного здоровья, разрушенных общественных и профессиональных связей. И насколько благословленное вино, употребляемое в меру, как и всякий дар Божий, настолько и опасность его должна быть всегда для нас, и особенно для растущих, еще молодых людей, очевидно, не обойтись без ножа, но смотри, не хватайся за лезвие, невозможно без электричества, но это не ослабевает нашу осторожность, особенно при оголенных проводах или искрящей розетке, и относиться к вину, ко всякому спиртному напитку, относиться к нему как к употребляемому в произвольном количестве, по увлечению собственному чувству, по собственному чувству, а не по благоразумному рассуждению о мере независимости. Конечно, ни в коем случае нельзя. Прежде чем сесть за руль, человек получает права, сдавая разнообразные экзамены у представителей ГИБДД, а инструкцию по употреблению спиртных напитков мало для кого озвучивают, и мало кто считает для себя необходимым. Между тем, это действительно необходимо, это возможность избежать перечисленных трагедий, небрежность, опрощение с этим Богом данным утешением, подкреплением, делает из друга спиртное врагом. Это каждый должен знать с детства, видя взрослых, неумеренно употребляющих спиртные напитки, пребывающих под их воздействием и днем, и вечером, занимающих целые вечера встречи с друзьями или с родственниками, этими возлияниями. Молодому человеку очень трудно приобрести бдительность в отношении каждой поднесенной кустам рюмки и с напитком, имеющим градусы. А надо бы. Чем больше градус, тем под большим наклоном оказывается твоя жизнь и под более легким углом к падению. Большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения и против неприкосновенности ближнего, и против имущества его. Нетрезвость не является в данном случае оправдывающим обстоятельством, она против отягощающим, поскольку человек, как говорят, первую рюмку подносит добровольно к кустам своим. Если уже соколом летят третий и последующий, человек незаметно теряет человеческий облик и уже не помнит того момента, после которого он уже ничего не помнит, то виной его является то первое приближение себя к спиртному, после которого так нетрудно покатиться, как по отвесной, по какому-то скользкому и уже не удерживающему тебя скату, крыши или леднику, чем привить молодежи вкус и разборчивость к украшениям стола, к согревающим средствам, к праздничным искрам шампанского или какого-то другого торжественного напитка. Конечно же, представлением последствий, хоть их и немало мы видим, хотя, надо сказать, все реже. На улице нет такого обилия людей, потерявших ориентацию, которые бы лежали на дорогах, хотя не могу сказать за все регионы, но тем не менее автор вопроса прав, и беда такая, и трагедия остается. Есть очень четкий закон для тех, кто уже уязвлен алкоголизмом. Это либо жить без алкоголя, либо погибать с ним. И родственники, и близкие, и созависимые должны знать, что ни глотка, ни обоняние алкогольного не должно допускаться там, где есть человек, уже испытано поврежденный. Для него жизнь сохраняет все свои прекрасные и в том числе благодатные краски, но при одном условии, полного неприкосновения к спиртному. А тем, кто свободен от него, надлежит слышать апостола, говорящего, думающий, что он стоит, будь бдителен, чтобы не упасть. Ибо падение от пристрастия к алкоголю естественно как запах проникает в человека, делая его рабом и уничтожая его. Поэтому то, что сказано и возвышенно прекрасно, в том числе и в Священном Писании, о вине, которая веселит сердце человека, который есть дар благословенный Божий для утешения, который есть и целебное средство, по свидетельству апостола Павла в послании к Тимофею. «Стомах ради твоего и частых твоих недугов пей не только воду, но принимай немного и вина». Ну, посмотри, каково воздержание Тимофея, который только воду пьет, даже будучи уже испытанным в трудах благовестнических и много страдая плотью от недугов. И апостол не предписывает ему ежедневных возлияний, но некоторого небольшого утешения, подкрепления и в виде этого напитка. Существенная разница между вседозволенностью и распущенностью в безмерности в употреблении спиртного и таким благоразумным отеческим наставлением, такой рекомендацией. Тем, кто уже болен, нужно совмещать медицинское лечение, иногда и принудительное, потому что бывает, что доводит алкоголизм человека до состояния сожженной совести, некоторого уже отсутствия центра управления внутри самого себя по спасению себя от неминуемой гибели. Потому что существуют сейчас и такие центры, в которых по ходатайству родственников может быть заключен на несколько месяцев страждущий алкоголизмом для того, чтобы изгнать из организма и химическую, и биологическую, и психологическую зависимость от этого губительного змея зеленого. Но существует некоторый опыт организации на вроде «12 шагов», которые наполняют всю жизнь алкоголика, теперь уже свободного от зависимости, но, как говорят алкоголиков, бывших не бывает, но прилагающих каждодневные усилия в сопротивлении этой зависимости, которая всегда угрожает и вернулся. Минус этих организаций только в том, что они являются вещью в себе, они не... Одно из их правил — отсутствие какой-то определенной религиозной ориентации. Ну, именно для того, чтобы быть полезной для людей всех народов и религий. А для нас очевидно, что дело исцеления связано, конечно же, и с открытием сердца для благодати Божьей. Поэтому покаяние, исповедь перед Крестом и Евангелием, частое причащение святых христовых тайн для того, кто борется с этим врагом жизни своей, алкоголизмом, являются лучшими благодатными поддержками, помощью, когда Господь заквашивает человека новой благодатью, возрождает его к новой жизни, где уже не сластолюбие и самоугодие, где не пристрастие к зелью, но устремленность к Богу является содержанием внутренней жизни человека. Так что медицинские средства все к нынешнему времени изобретенные вместе с церковным врачеванием, духовной этой больницей и будут необходимым средством преодоления этой беды, именуемой алкоголизмом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.